Роман Сымбалюк задал как бы один вопрос, но сформулировал в нем вообще в принципе все, что волнует и Романа, и видимо всех жителей Украины, не Украины, не знаю, такая была широкая повестка, такое чувство, что прям надо было отметить огромное количество пунктов, но самое смешное, конечно, это далеко ли Башкирия от Украины в конечном итоге. Давайте посмотрим, как это было, а потом Роман нам все объяснит, и как перед Путиным страшно, и как он четвертый раз подряд совершает этот гражданский подвиг. Боится, но идет. Да. Давайте мы сюда. Ну вот, поскольку там Башкирия рядом, а в моем сознании, в моем понимании Украина тоже недалеко, вот там Украина, пожалуйста. Сейчас, сейчас, сейчас. Спасибо большое за возможность задать вопрос, ну поправлю вас, Украина и Башкирия далеко, мы только с вашими бурятами пока очень близко знакомы. Я вам хочу сказать, во-первых, что касается того, где находится Украина и Башкирия, судя по тому, что вы без акцента говорили на русском языке, я считаю, в этом смысле, в ментальном смысле Башкирия не так уж и далека от Украины, как вам кажется, по географическому принципу. Ну, дело, конечно, не в этом. Кстати, цвет фон пресс-конференции за Владимиром Путиным ровно такого же цвета, как ваш свитер. Тоже неспроста наверняка. Роман Самбалюк. Объясняйте, что к чему. Значит, смотрите, ну цвет свитера и фон за Владимиром Путиным. Слиться хотели, потеряться. Нет, все тут понятно, просто у меня инсайдеры в Кремле, они мне сказали, если хочешь выделиться на общем фоне, но при этом быть в повестке дня, одень вот этот свитер, который связала моя мама, я его, собственно говоря, и одел. Значит, по поводу бояться или не бояться. Ну, вы меня извините, конечно. А Собчак сказал, что вопросы дают задавать только тем, кто в красном платье. Я делаю свою работу, так как определяет наша редакция и так, как я это чувствую. Если вас удивляет, что я, как гражданин Украины, украинский журналист, спрашиваю про войну, ну, мне кажется, странно. Насчет бурятов и башкир, хочу обратить внимание, что есть на самом деле повод для опасений, потому как Владимир Путин, он сказал, что я неплохо говорю на русском языке. Но с акцентом все-таки. Для меня, конечно, это не очень приятно, я вам объясню, потому что я прекрасно помню, что аннексия Крыма и вторжение на Донбасс, как бы вы его ни называли, было объяснено именно защитой русскоязычного населения. Так вот, вы опять же такие вещи пропускаете, но я прекрасно помню митинги в Донецке 2014 года, где молодые люди такого возраста, как я, с таким же прекрасным русским языком, надеюсь, кричали следующее, скандировали, нас не надо защищать. Вот, собственно говоря, самое главное. А насчет ответа Владимира Владимировича, вот Франц Адамович ушел, он говорил, что Путин своих не бросает. На самом-то деле вопрос был в чем, что в результате боевых действий, которые вы не признаете, но как-то по случайности, наверное, некоторое количество граждан России, это около ста, по моим данным, которые принимали участие в боевых действиях, они попали в плен и сейчас находятся в СИЗО, а многие уже осуждены. И вопрос Владимиру Путину был задан о чем? Что как раз поменять граждан Российской Федерации, которые сидят у нас, на граждан Украины, которые сидят у вас. Наши это Сенцов, это Кольченко, это Клых, мой коллега Роман Сущенко, а ваши это... Терроризм, шпионаж, я просто статьи напомню. Слушайте, сейчас дойдем до статьи. Мы что сейчас скажем, Роман, какая разница? Слушайте, значит, Виктор Агеев, Денис Сидоров, Руслан Гаджиев, это вот те, про кого писали российские средства массовой информации, и как раз эти люди, вы можете называть их как угодно, не военные они. Нам, в принципе, если их Владимир Путин отправил к нам, нам все равно, в каком они юридическом статусе к нам приехали, они военные или нет. Это как бы ваше дело, разбирайтесь, потому что они стреляют одинаково. Но, тем не менее, они попали в плен, и они находятся в украинских тюрьмах. И вопрос как раз был обмене вот этих людей, вот этой категории. Вы удовлетворены ответом? Потому что Владимир Владимирович, на самом-то деле, по его ответу, он бросил своих граждан в нашей стране, в наших тюрьмах, с совершенными преступлениями, а Украина готова меняться им. Только Путин договорился с Донбассом, чтобы обмен произошел, а вы кочеврявитесь до сих пор, не отпуская тех людей, которых пообещали заранее отпустить. А тем более, что Медведчук говорил о том, что этот обмен должен произойти до Нового года. Но вот я, наверное, один здесь надеюсь, что он произойдет до Нового года. Ничего не произойдет, да? Я тоже надеюсь, искренне надеюсь, что он произойдет. Но то, что вот этот пакет договоренностей, которым занимается Виктор Медведчук со своим кумом Владимиром Путиным... А это имеет значение, если люди будут спасены? Он не касается тех категорий граждан, про которых я сказал. И мне очень странно, что я рекламирую российских военно-пленных здесь, и никому из граждан России до них нету дела. Поэтому я Владимиру Владимировичу так и сказал, что словосочетание украинцев своих не бросает, это про нас, а не про вас. Вот, собственно говоря, и все. Да, валю.